В прошлом году руководство КОП «Алементаро» обратилось в премарию, представив все необходимые документы для того, чтобы получить авторизацию на реконструкцию уже существующей не один десяток лет летней террасы и павильона по адресу Бульвард Штефа на Чалмаре, 67. В премарию были представлены все необходимые документы. Это и архитектурный проект, это и все эти документы, которые были запросившены самыми же премарию. В мае прошлого года нам из отдела архитектуры был выдан градостроительный сертификат. В августе прошлого года мы получили авторизацию на строительство. Начало строительных работ было начато в январе текущего года. Когда уже строительные работы практически были подведены к завершению, к директору КОП «Алементаро» подошел советник господина примара, господина Лилиан Карп, и заявил о том, что за беспроблемное завершение начатых строительных работ необходимо уплатить, в кавычках, 50 тысяч евро. В противном случае работы завершены не будут. На что господин советник примара получил отказ. И после этого нам сразу стало понятно, чем для нас обернулся отказ выплатить дань представителям. Когда подошел господин Карп к директору, во-первых, наш господин Лесник, директор фермы КОП «Алементаро», господин Лесник, он не является политической фигурой, он не занимается политикой, и он всех представителей политического класса не знает лицо. Когда подошел господин Карп и называл себя, кем он является, и с какой целью он подошел, он получил отказ, не было принято во внимание всерьез, во внимание его предложения. После чего мы сейчас, на сегодняшний момент, мы понимаем, с какой целью и что действительно нам нужно было обратиться в Центр по борьбе с коррупцией на тот момент, потому что сейчас это видят все. При наличии всех документов разрешительных на проведение строительных работ, и господин Примар не учитывает во внимание ни одно определение суда, и в обход издает одно за другим распоряжение, и добивается все-таки сноса этого строения за неподчинение его условий. Сотрудники Примарии нам в открытой форме в приватной беседе заявили о том, что да, в последующем вы выберете все судебные инстанции, у вас все документы в порядке, вам будет возмущен ущерб, весь который вы понесли сегодня. Мы хотим обратить внимание, что этот ущерб будет возмещен нашей фирме не из кармана, а тех сотрудников, которые допускают сегодня такой вот беспредел, а из муниципального бюджета за счет налогоплательщиков жителей Кишинева. Эти средства должны были бы пойти на ремонт дорог, ремонт каких-либо других коммунальных служб, а не для возмещения ущерба, который по собственной приходи наносит господин Примар со своими именами.